Смертность в Украине вдвое превышает рождаемость. Такую информацию по ситуации в демографии за период с января по апрель текущего года обнародовал госстат страны. Согласно данным, по состоянию на первые месяцы 2018 на 100 умерших граждан приходится 54 рожденных. Таким образом, численность оселения страны с января по апрель сократилась на 87 с половиной тысяч. На 1 мая в Украине проживает 42 миллиона 300 тысяч человек. Можно сколь угодно много говорить о реформировании здравоохранения, писать программы для продвижения на мировые рынки отечественной продукции, рассказывать в прямых и непрямых эфирах о росте отечественной экономики премьер-министру и членам правительства. Но люди приходят покупать продукты, одежду, обувь в торговые центры и на рынке и видят ценники. И ругают, на чем свет стоит журналистов, чиновников, депутатов. Ибо слова, которые вещают нам о победах и достижениях, разбиваются об факты жизни. Не может идти речь о реформе здравоохранения, о ее гуманистической направленности, если заменитель министра здравоохранения на заседании счетной палаты приговаривает онкологических больных к смерти и считает бесполезным на них затраты государства. Нельзя говорить об оздоровлении детей подрастающего поколения. Если детский отдых в стране для большинства семей нереально дорогой. Вот анализ ценовой политики путевок для ребятни на лето 2018 года, который сделали журналисты популярного общенационального канала 1плюс1 на примере столицы, города Киева. Цены на лагеря для школьников этим летом перегнали взрослый отдых. А стоимость путевок в украинских заведениях не уступает поездке за границу. Самым экономным вариантом остается лагерь при школе, но туда берут не все. Телевизионная служба новостей рассказала, сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Украине и за рубежом. В киевской школе распорядок дня не уступает обычным. Подъем, зарядка, поход в ботанический сад и, наконец, завтрак. Родители за такой лагерь при школе платят 923 гривны в месяц. Однако учеников после 5 класса уже туда не принимают. В то же время неподалеку от столицы расположился элитный лагерь. Детей отправить туда боится в кругленькую сумму, а именно в 14 тысяч гривен. Что же касается границы, в Болгарии, к примеру, недельный отдых будет стоить 12 тысяч гривен. Здоровье нации начинается с полноценного отдыха ребятни. Все, что мы вкладываем в их мускулы, потом даст им возможность долго и плодотворно работать на себя и свою страну. Посему, глядя на печальную статистику, оглашенную профильным государственным ведомством, понимаю, до тех пор, пока государство не обратит внимания на действительную реформу здравоохранения, цифры умерших и не родившихся будут расти.